И вновь в округе происходит авария. Основные причины ДТП – несоблюдение дистанции, скоростного режима и бокового интервала транспортных средств. Серьезная авария с участием трех автомобилей произошла на 85-м километре трассы Владивосток-Находка-Порт-Восточный. Около городского пляжа вот уже не первую неделю ведутся дорожные работы. Однако не все водители, особенно гости из других городов и районов края, об этом знают. И, как обычно, не рассчитывают на то, что впереди идущий транспорт из-за препятствия в виде дорожного рабочего может притормозить. Именно так и произошло в пятницу 9 августа. Знаки о проведении дорожных работ на данном участке трассы заставили водителя грузовика Тойота Дюна снизить скорость. Также поступила и девушка за рулем Сузуки Свифт. А вот водитель Тойоты Ипсун, который двигался последним в колонии автомобилей, не успел вовремя среагировать и затормозить. Понимая, что столкновения не избежать, водитель минивена попытался смягчить удар, вывернув руль вправо. Однако это не помогло. Ипсун на полном ходу врезался в задний бампер Сузуки Свифт. От удара хэтчбэк откинуло на впереди стоящий микрогрузовик Тойота Дюна. Сам грузовичок не пострадал. Ипсун лишился левой фары и переднего бампера. Но больше всех не повезло маленькому Сузуки Свифт. Он получил значительные механические повреждения. Смят передний и задний бампер, разорвано левое заднее колесо, разбито правая фара. Да и к тому же девушка подозревала о скрытом дефекте, который мог получить ее автомобиль от удара. Автоледи надеялась поменять колесо и уехать до места своего назначения на запаске. Однако ее подозрения подтвердились. Автомобиль оказался обездвиженным. У Сузуки Свифт повело ось. Место происшествия он покинул в кузове эвакуатора. В этот же день на перекрестке Крымского проспекта, а в простонародье на Дельфинчике, трассу не поделили два автомобиля марки Ниссан Теида. Молодая леди, управляя белой Теидой, поворачивала со стороны Крымского проспекта на главную дорогу. А водитель серебристого Ниссана двигался в направлении перекрестка на семи ветрах. Как рассказала автоледи, завершить удачно свой маневр ей не удалось из-за того, что водитель Ниссан Теида резко затормозил перед колонной автомобилей. Все произошло настолько неожиданно, что девушка даже не успела нажать на тормоз. Однако она все-таки попыталась избежать серьезного столкновения, вывернув руль влево. В результате автомобили столкнулись по касательной. Никто из водителей пассажиров не пострадал. А вот самим авто предстоит серьезный ремонт. У серебристой Теида оторван задний бампер, а у белой сильно пострадала передняя часть. Прибывшие на место автоинспекторы составили схему столкновения и признали виновной водителя белой Ниссан Теиды. При выезде со второстепенной девушка не убедилась в безопасности маневра. Еще одно ДТП случилось в субботу около кафе Тенкан. В результате аварии из-за несоблюдения дистанции скоростного режима серьезные механические повреждения получили три автомобиля. Авария произошла в утренний час пик. Все участники ДТП – микроавтобус Мазда Бонго, Тойота Изис и Мазда Аксела – двигались в одном направлении – по федеральной трассе в сторону находки. На 101-м километре перед пешеходным переходом водитель микроавтобуса остановился. За ним притормозил водитель Тойоты Изис. Внезапно сзади раздался мощный удар. Изис откинула на микроавтобус. Как выяснилось, сзади на полном ходу в минивэн врезался седан Мазда Аксела. Несмотря на серьезные повреждения иномарок, никто из людей в аварии не пострадал. В автомашине Мазда Аксела находился грудной ребенок. По заключению прибывших на место аварии медиков, ребенок травм и повреждений не получил. Стоит отметить, что все участники ДТП не получили царапины. От травм пассажиров и водители спасли ремни безопасности. А грудной ребеночек находился в детском автокресле. Все автомобили получили механические повреждения. А виновник аварии, водитель Мазда Аксела, после столкновения смог уехать только в кузове эвакуатора. В воскресенье в час пик около поворота на пирс произошла авария с участием мотоцикла Сузуки и Тойоты Плац. Байкер на полном ходу врезался в левый задний бампер легковушки. Как рассказали очевидцы, скорость мотоциклиста была небольшая. Прибывшие на место ДТП автоинспекторы восстановили коробки. Женщина, управляя Тойота Плац, совершала разворот. Однако удачно закончить свой маневр она не смогла. Автоледи не успела перестроиться с полосы, предназначенной для встречного движения на свою дорогу. В момент, когда ее автомобиль уже почти пересек разделительную полосу, в него врезался мотоциклист, который двигался по своей стороне. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшего байкера рваные раны и ушибы. К счастью, мужчина не получил серьезных повреждений. Он смог самостоятельно подняться, что не скажешь про его железного коня. Мотоцикл получил значительные механические повреждения. По факту данного ДТП возбуждено административное расследование, в ходе которого будет установлена степень ответственности участников аварии.